Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился в Москве с вице-премьером России Александром Новаком. В ходе встречи обсудили текущую экономическую ситуацию в регионе, меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также развитие инвестиционной активности в Крачево-Черкесии. В республике для недопущения ухудшения экономической ситуации проводится мониторинг ситуации на рынке труда и финансового состояния предприятий. Мы должны не только исключить любые факторы, которые могут спровоцировать нестабильность на рынке труда, но и динамично развивать экономику, создавая новые высокотехнологичные рабочие места. Александр Новак в ходе встречи подчеркнул необходимость продолжения развития ключевых инвестиционных проектов в Крачево-Черкесии. В частности, речь идет про развитие ВТРК, Архыс и курорта Тиберда-Домбай, проектов в области садоводства и зеленой генерации. Рашид Темрезов поблагодарил Александра Валентиновича за поддержку в социально-экономическом развитии республики. Сегодня свое мнение относительно специальной военной операции российских войск по защите Донецкой и Луганской народных республик против националистических бандформирований на Украине выразил мэр Карачаевский Альбердо Даев. Ситуация на Украине дошла до того, что без такого вмещательства было бы гораздо хуже. Многие хотят преподнести это, особенно на Западе, что это вроде бы Россия начала эту операцию сама для своей выгоды. Нашим президентам сказано, деноцификация, демилитаризация. Чем мешает нашему братскому украинскому народу, чтобы у них не было нацистов и они, чтобы не были вооружены? Проявляйте терпение, проявляйте уважение и поддержку нашей стране, потому что если мы сами не поддержим свою страну, никто нас не поддержит. Сегодня найдутся люди и среди нас, и среди других, и в России, которые ради своих интересов готовы будут положить в огонь всю нашу Россию. Это будет направлено на то, чтобы мы друг друга тут изживали, уничтожали, как американцы делали в Сирии, Ливии, гражданскую войну, чтобы страна исчезла. Если не мы будем защищать себя, то нас никто защищать не будет. Специальную военную операцию по оказанию помощи ДНР и ЛНР Россия начала две недели назад. Жители нашей республики поддерживают нелегкое принятое решение президентом нашей страны по защите этого населения. Каждый переживает по-своему свои волнения о сложившейся ситуации. Народный писатель Карачао-Черкесии Маталью Абдоков перенес на бумагу. Ну, меня лично тоже затрагивает все, что происходит там. Может, это не скромно, некрасиво так говорить, но и моя жена из Украины, из города Мариуполя. Можно сказать, что слезы у нее не высыхают. Ну, под впечатлением вот этого президента Зеленского о его выступлениях, о его нечистоплотных рассказах, как он отзывается о России, я просто не мог не написать. Если начнется война, будет последней она. Не будет уже Украины, останется только руины. Куда вы смотрите, президент Зеленский? Мечтаете о войне Вселенской, в которой погибнет род Украинский? Забыть бы вам свое ремесло, актерское мастерство, думать бы вам о государстве, доверенное народом вам. Вам не хватает от Гитлера квадратных усов над губой. А в основном вы двойник его, ненавистью и кровью пропахли. Похоронки получат ваши землячки, и слезы вдовью рекой потекут. Быть вам изгоем всенародным, а не артистом народным. По данным Оперштаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 44 455 человек. Из них 37 288 выздоровели, 144 человека госпитализированы. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Черкесску задержан подозреваемый в грабеже, совершенный в отношении жительницы Хлобинска. 24 февраля в дежурную часть обратилась 34-летняя жительница Краснодарского края. Она сообщила полицейским, что во дворе дома по улице Октябрьская, Черкеска на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник, нанося женщине удары руками и ногами, забрал у нее дамскую сумку со 125 тысячами рублей, которые она сняла в банкомате и мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. Оперативниками уголовного розыска ОМВД по горячим следам личность подозреваемого в грабеже установлена. Им оказался 29-летний ранее судимый за воровство, употребление наркотиков и вождение в нетрезвом виде житель аула Новая Джигута. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия незамедлительно был осуществлен выезд, где уже в ходе оперативно-розыскных мероприятий, по приметам, по телосложению, с ее слов по описанию мы установили, показав ей фотографию в телефоне ранее, да, у нас, которая имелась уже после привлечения его. Она сказала, что очень сильно похож подозреваемый, и уже она им была установлена личность. Насколько я знаю, по месту жительства не появлялся? По месту жительства не появлялся. Данный гражданин проживает в Ауле Новая Джигута, усть-Чегустинского района. Ну, после совершения преступления он скрылся за пределы города Черкеска. Также с его слов он уже пояснял, что выехал за пределы республики. Ну, буквально через 2-3 дня он уже находился в Ауле Новая Джигута, неподалеку от места жительства, но не в своем доме. И нами была получена информация о том, что он намеревается приехать в город Черкеск, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий нами была установлена машина, которая должна за ним приехать, и уже на выезде из Ауле Новая Джигута данная машина была остановлена. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии облачно, местами снег, днем с мокрым снегом, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью до минус 10, в горах местами до минус 16, днем минус 4, плюс 1, в горах местами до минус 9, на дорогах местами гололедица, в Черкесске облачно, ночью снег, днем небольшой снег, мокрый снег, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью до минус 7, днем минус 1, плюс 1, ночью и утром на дорогах гололедица. Продолжаем выпуск. Сегодня мэр Карачаевского городского округа Альбердо Даев провел прием граждан по личным вопросам за помощью в разрешении проблем, связанных с жилищно-коммунальным и земельным характером, а также поиска работы, обратилось 17 человек. С каждым обратившимся мэр ввел обстоятельный разговор, тщательно вникая в суть вопроса и совместно с коллегами находит пути решения возникших проблем. Напомним, прием граждан по личным вопросам мэром Карачаевского городского округа осуществляется по предварительной записи и проводится два раза в месяц. В Иджугути составился семинар по благоустройству городского парка. Это мероприятие организовано в рамках подготовки к участию города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Министерством России. Альбина Карачуинова-Кенжева подробнее. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года и включен в федеральный проект. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения. Ежегодно из бюджета страны выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей. Первым этапом был выбор территорий для участия в конкурсе, где жители смогли проголосовать посредством интернета. Около 4 тысяч человек приняли участие в опросе, где подавляющее число жителей отдало голоса Центральному парку города. Есть такой конкурс Минстроя по благоустройству территорий, выше перечисленных населенных пунктов, по которому территория или муниципалитет может получить от 60 до 80 миллионов федеральных денег на благоустройство общественных пространств. То есть это ревитализация, реконструкция парков, аллей, скверов, те, которые сейчас сам бюджет местный не может потянуть, но людям это место нужно, оно востребовано. Минстроя проводит конкурс, те проекты, которые наиболее интересны, которые наиболее учли мнение жителей, вовлекли их в этот процесс, получают поддержку, ежегодно проводится этот конкурс. Участники семинара были разделены на группы. Они обсудили готовые эскизы, продумали функциональные зоны и внесли новые предложения. Присутствующие в открытом диалоге озвучили существующие проблемы. Все мнения и идеи будут приняты во внимание архитекторами. Мы хотим провести первый этап ознакомления тем, что мы хотим реабилитировать наш город, озеленить, подарить молодежи, также и старшему поколению прекрасные локации для проведения своего личного времени. Надеемся на поддержку и что у нас все получится. В случае победы у Сюгута получат грант в размере 70 миллионов рублей, что позволит сделать территорию парка любимым местом отдыха гостей и жителей города. Альбина Курочинова, Кенжева, Ислам Мурумов, Вести, Карачаево, Черкесия, Усть-Чугута. В городе Тиберда установили 25 новых контейнеров для мусора. Старые пришли в негодность. В северном микрорайоне Тиберды три площадки и на всех установили новые емкости для отходов. Мусор – это проблема, которую решить не так легко. После зимы, когда сходит снег, наступает время наводить порядок во дворах и при домовых территориях и проводить субботники. Убираем мусор. Весна, снег растаял. Мусора стало, конечно, больше видно. Вчера провели субботник около контейнерных площадок. Вывезли пять машин мусора. У нас есть понимание с жителями, конечно. Многие выходят и на субботники. Красивые удары и ловкие броски. В республике завершились всероссийские соревнования. Кубок президента Союза Тхэквондо России. Турнир проходил в Черкесске и собрал более 900 спортсменов из 34 регионов России. Подробности у Али Баташева. Взмак судейской руки – отчет начала поединка, в котором побеждает сильнейший. Трибуны заполнены, взгляды прикованы к тхэквондистам. Больше всех волнуются тренеры и участники соревнований. Наш земляк Малик Хунов сражается с достойным соперником из Волгограда. Наносит серию хороших ударов и одерживает уверенную победу. Я в России защищался, проваливался постоянно. Я его ловил на шипы. Удары красивые очень, когда попадаешь особенно. На ринге Иван Соколов из города Ясентуки. Советы тренера и воля к победе помогают достичь хороших результатов в первом поединке. Соколов Иван, он первый год в этой возрастной категории. Ему трудно. И каждый бой – это эмоции, это результат нашей тренерской работы. И поэтому, слава богу, он смог собраться и в конце забрать этот бой. Очень радует это. Это уже как он выиграл этот турнир для нас. Кубок президента Союза тхэквондо проходит уже четвертый год. В этом году в турнире разыграно 40 комплектов медалей среди юношей и девушек 12-14 лет, а также юниоров и юниорок 15-17 лет. Можно считать особенностью этих соревнований, то что ребята отбираются на первенство России среди юношей 12-14 лет и юниоров 15-17 лет. Кроме того, что они могут отобраться у себя дома на окруженных соревнованиях и первенство области, республики, они могут дополнительно здесь получить путевку и реализовать себя. Может быть, кто-то у себя проиграл как-то, может, болел или же одну очко проиграл. Поэтому он может здесь наверстать это все. Сейчас в России считается этот турнир самый престижный, самый массовый. По результатам соревнований среди юношей и девушек в общекомандном зачете победила команда из Кабардино-Балкарии. Второе место – Ростовская область. Третье – Краснодарский край. Среди юниоров первое место – Самарская область. На втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Республика Дагестан. Али Баташев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Это «Все вести». Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова